Всем привет дорогие друзья! С вами снова Елена и у нас с вами сегодня пустые баночки. Начнем мы со вкусняшек. Вкусняшек будет очень много. Как-то мне захотелось поделиться с вами своими впечатлениями. Начнем вот с таких конфет. Мне их подарили, точнее их подарили маме на работе, но она не любит молочный шоколад, а я просто обожаю. И вот подарили ей вот такой вот настоящий бельгийский шоколад. Я его просто обожаю. Вот здесь вот можно видеть, что производство Бельгия. В общем-то самый лучший шоколад, который вообще можно придумать, именно вот эта серия морская. Все конфеты одинаковые, но по форме они все разные. Вот здесь есть изображение. Самые вкусные конфеты, какие вообще можно придумать. Так, дальше вот такие вот были вареники. Взяла их первый раз на пробу. Мне понравились, в принципе. Здесь ничего вредного в составе нету. То есть можно посчитать, никакого пальмового масла, ничего такого. В общем-то состав очень хороший. И они довольно-таки вкусные. Конечно, с домашними ничего не сравнится, но если нет возможности самому приготовить, хорошая альтернатива. Они крупные, большая начинка, чувствуются грибы, жареный лук, все есть. Мне понравились, могу рекомендовать. Так, вот такой вот крем творожный брала на пробу. По-моему, в Дикси. Мне понравился оригинальный вкус. Вкус у него идет с ванильным мороженым. Приятный такой, похож просто на обычный сладкий творог. Ну, на пробу можно взять, просто попробовать, побаловаться. Так. Было вот такое вот печенье. Брала его, по-моему, в пятерочке. На него была акция. Мне понравилось, в принципе, производство. Называется оно «Сахарное печенье. Вкуснятина». «Продвагон». Вот. «Продвагон». Недавно у нас появилась эта компания. Мне товары их нравятся. Очень вкусные. Сделано с душой. Ну, можно попробовать, в принципе, порекомендовать. Попробовала вот эти вот лавашов из «Сикс Прайс». Мне не очень понравилось. Курица абсолютно не чувствуется. Ну, для одного раза просто попробовать. В принципе, неплохой вариант. Но, как бы, вот этого вкуса куриного, да, копченой курицы, гриль, ее не чувствуется. Так, дальше тоже очень хочу порекомендовать, если сами, ну, нет возможности приготовить. Очень классная штука от «Мираторг». Шницель куриный. То есть, это куриная грудка в панировочных сухариках. Обалденная вкуснятина. Можно, конечно, и самому сделать. Но, говорю, когда нет возможности приготовить самому, то это хорошая альтернатива. И достаточно неплохая цена, конечно. Там всего две штуки в упаковке. Порядка 150 рублей стоит. Но, как альтернатива и хорошего качества. То есть, 100% мясо здесь. Никаких добавок. Так, дальше у нас идет «Доля животных». Я все подряд достаю, так что вкусняшки вот такие появились тоже в пятерке. С курицей и садовой зеленью. Алиска смела моментально. Очень понравились. Вообще, вот этот фрискес, она не очень его любит. Но вот эти ей понравились. Могу рекомендовать. Для разнообразия, для кошек можно побаловать. Также появилась вот такая новинка. Брала в фикс-прайсе. Сейчас уже появилась в пятерке. Немножко дешевле они. И еще также появилась с рыбой. Прямо написано сверху «новинка». Алиска обожает. Ей очень нравятся эти обалденные подушки хрустящие. И она даже отказывается от влажного корма. Лишь бы дали вот такой сухой. Так что рекомендую кошкам для разнообразия. Так, вот такое печенье брали. Тоже по акции. Хотя оно не самое дешевое, я вам скажу. На него цены не было. На кассе оказалось, что оно стоит почти 200 рублей. Хотя здесь всего 155 грамм. Да, оно было вкусное. Шоколад настоящий такой, приятный, молочный. Вкус у шоколада нету вот этого соевого привкуса, как у большинства шоколадов. Печенье хрустящее. И такие воздушные сахаринки сверху еще посыпкой. Приятное, вкусное. Могу рекомендовать, если есть крупная сумма денег. Да, и не жалко 200 рублей потратить на 150 грамм печенья. В принципе, вкусное. Так, также еще тоже по акции. Новинка в магните. Вот такое вот печенье российского производства. Точнее, это производство Белоруссии. А вот это вот производство Польши. Так, здесь производство Белоруссии ничуть не уступает. Шоколад, конечно, более, больше такой похож на черный, горький. Но тоже очень вкусные, с орешками. Орешков очень много. В разрезе печенье действительно вот так вот выглядит. Довольно вкусное. Попробовать один раз можно. Стоит в 4 раза дешевле, чем польское. Так, появился у нас вот такой вот тук с колбасками копченными. Ну, не могу сказать ничего. Вкус колбасок не чувствуется. Хотя, сам вкус печенья довольно приятный. Но колбаски, к сожалению, я не почувствовала. Так, вот такая вкуснятина у Алиски была, закончилась. Она очень их любит. У нас их очень много, совершенно разных вкусов. Тоже, как альтернатива, да, можно попробовать. Ну, просто кошки любят всякие вкусняшки, да, за что-то поощрить. Несколько штучек вот такой вот вкуснятины. Так, дальше еще хочу очень порекомендовать, если когда-нибудь, где-нибудь увидите вот такое молоко. Просто обалденное молоко, натуральное. И, что самое интересное, оно долго не хранится. То есть, оно, ну, как будто вот прямо из-под коровы. Два, максимум три дня в холодильнике. И оно отстаиваются сливки. И сверху образуется слой сливочного масла. То есть, прям очень вкусное. И меня радует, что оно очень быстро отстаиваются сливки. Они густые, они вкусные. И оно, конечно, оно портится, если оно будет дольше стоять. Но вот могу рекомендовать, если вдруг где-то увидите. Производство, производитель Молмаркет, написано. Калужская область, город Юхнов. Вот тут сзади. Производитель, вот, произведено в Смоленской области, город Сычевка. По заказу Калужской области. Ну, вот, самое лучшее молоко, которое я когда-либо пробовала из покупных, вот таких производственных. Так, дальше, что еще осталось из вкусняшек? Вот такой корм покупала свинка для Люси. В принципе, она съела буквально там, наверное, за неделю. Очень понравился, без всякой лишней ненужности. Как вот травяные гранулы, она их не любит. Здесь их было в минимальном количестве. Очень понравилось. Родные корма. И, что примечательно, цена не очень высокая. В пределах там 60 рублей. Так, уже у меня места не хватает. Так, была вот такая вот конфетка от Лами. Очень вкусная. Вафелька в карамели с орешками. На один раз попить чайку. Очень вкусно. Рекомендую, если где-то увидите в развес, обязательно попробуйте. Очень необычная конфетка, вкусная. Покупала вот такой корм Алиски на пробу. Терра Кот появился. Он, по-моему, сначала в пятерочках, потом в других магазинах. Нам не понравился. Несмотря на то, что здесь пишут, что комплекс витаминов, еще что-то. Она вообще даже не стала его есть. Нюхать пришлось все выкинуть. Так, еще мы брали вот такое вот печенье. Муравьиная ферма. Это как печенье тире пирожное. Они в виде таких бомбочек, шариков с орехами и вареной сгущенкой. Чем-то по консистенции напоминает пирожное картошку, только без шоколада. Очень вкусное. Тоже могу рекомендовать попробовать к чаю. Приятно провести вечер, время за чашкой чая. Также вот такой вот корм брали тоже Алиски. Вот тут вот натур, тейбл, натуральный стол. Тоже появилась, по-моему, в пятерке. Алиске не понравилось. Но она немножко поклевала бульончик. Остальное есть не стало. Обычно, когда новые корма, мы берем по два, по один, по два пакетика. И потом смотрим, как она реагирует. Вот такая паста из Сикс Прайса мне понравилась. На удивление, вот в прошлый раз, в прошлых пустых банках я говорила, что паста мне не понравилась. Вот эта паста очень хорошая. Неплохая даже, скажем так. Так, объем тут побольше, чем в той, раза в два. И она мне очень нравится. И потому, как она воздействует и по консистенции, и по составу соответственно. В составе, вот вы можете видеть, что состав здесь... Да, здесь есть тоже СЛС, но оно не на первом месте. Вот. В общем-то, это понравилась паста. Могу рекомендовать. Она недорого, да, 50 рублей. И если нет возможности покупать специализированную, можно попробовать вот эту. Мне понравилась. Так. Вот такая масочка у меня была. Понравилась. Достаточно много здесь состава. То есть, она хорошо напитана, эта маска. Она тканевая. И можно, в принципе, подержать ее чуть подольше. Там не 10-15 минут, а 20-25 минут. И потом она уже сама отваливается. Очень понравилась. С ромашкой успокаивает. Кожа потом мягкая, приятная. Специально не стала вот этот конец отрывать. Потому что в прошлый раз немногие поняли, как называется маска. Вот она, вот су, или как-то так. Так. Закончились у Алисы вот такие вот лечебные ириски для ухода за зубами. Очень нам понравились. Она их просто обожает. Они не часто бывают в продаже. Брала в магазине 4 лапы по акции. В принципе, понравились. Если у вас, у кошки, например, проблемы с свежестью дыхания. Или есть, допустим, какие-то намеки на зубной камень. Советую попробовать. Так. Брала еще в фикс-прайсе вот такой вот органайзер. Планирую снять организацию комода и показать вам. К сожалению, там в магазине не распакуешь. Мне попался бракованный. Нижняя часть практически не пришита. То есть, там дырка была. Вот. Если бы знала, выбирала бы тщательнее. Но, в принципе, мне понравилось. Довольно-таки удобно. Думаю, еще докупить парочку схожих. С этим, может быть, без делений. Может быть, с делениями. Пока не знаю. И напишите, интересно вам будет организацию моего комода посмотреть. Если интересно, то я постараюсь побыстрее это организовать. Вот. И последняя вкусняшка. Тоже для Алисы. Вот такая вот. Был паштет. Консервы в виде паштета. Шермур. Вот я в прошлых банках показывала, по-моему, куриный. Ей не очень понравился. То есть, она первую часть, он довольно большой. Да. И половину я ей сначала дала. Половину она съела. Половина уже как бы заветрилась, выветрилась. И она ее не очень. Говядина понравилась больше. Съела все с удовольствием. Вот. Вот такие у меня были вкусняшки. И, надеюсь, было интересно. Если было интересно, ставим пальчики вверх. Мне будет очень приятно. Пожалуйста, больше лайков. И оставляем комментарии. Напишите про комод, кому интересно. Подписывайтесь, кто не подписан. И увидимся в следующих видео. Пока-пока. Субтитры сделал DimaTorzok